Продолжение следует... Вы в курсе, что в эти дни объединяются все люди, которым небезразличны судьбы людей, нуждающихся в помощи и поддержке? Каждый год в начале декабря в нашей стране проводится декада инвалидов, а в Сочи ряд мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здравствуйте, я Инга Габейша и это программа «В курсе». Здесь мы поднимаем тему, затрагивающую интересы всех сочинцев. И снова в нашей студии начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Здравствуйте, Галина Александровна. День инвалидов ежегодно проводится 3 декабря. Скажите, а какова цель проведения целой декады инвалидов у нас в столице Олимпийских и Паралимпийских игр? Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в 1992 году было принято решение о проведении 3 декабря Международного День инвалидов. В Сочи мы по традиции празднуем декаду инвалидов. Для нашего сообщества городского «Люди с инвалидностью» это предмет гордости, предмет невероятных достижений, силы воли, мужества, духа. И, конечно, параолимпийский проект, который был в Сочи в 2014 году, перевернули жизнь не только инфраструктурных позиций, связанных с безбарьерной средой в нашем городе, но и сделали качественно иные мысли как у людей с инвалидностью, так и у всего городского сообщества. Миссия Сочи в современной России — быть катализатором социальной интеграции людей с инвалидностью в общество и быть примером тех достижений, которые возможны при любом физическом недуге. Я хочу сказать немножко о небольшом количестве людей, которые сегодня представляют наш город не только на территории Краснодарского края, но и на территории России. Сергей Гринь работает в художественном музее, является инвалидом первой группы по зрению. В начале 2015 года в художественном музее прошла выставка его первых буквально нескольких работ. А в конце текущего года его работы были представлены в Серьезном государственном Краснодарском музее. И это выставка 25 персональных работ под общим названием «Искусство исцелять». На одном из международных конгрессов один из спикеров рассказывал о Сергее для международной аудитории, о тех достижениях, которые у него есть. Кроме того, Сергей занимается спортом, является активным членом бегового клуба и свой первый марафон пробежал по трассе Формулы-1. Плужников Данил, ему всего 13 лет. Но он сегодня представляет город Сочи во всероссийском проекте «Голос детям». И мы гордимся этими достижениями, потому что это правда символ того, что невозможно и возможно. Очень много таких обывательских представлений о людях с инвалидностью, которые не вяжутся с тем, что сегодня на самом деле происходит в этом сообществе, тем более в сообществе, которое живет в городе Сочи. Еще одна героиня, Рожковская Евгения, завоевала титул первой красавицы среди глухих на конкурсе краевого уровня, который проводился буквально на днях. При этом Женя работает младшим воспитателем в детском садике номер 136, воспитывает сына и занимается волейболом. Действительно, наши сочинцы с ограниченными возможностями здоровья задействованы во всех сферах. Они и работают, и занимаются спортом, как любительским, так и профессиональным. А теперь, как отметила Галина Александровна, участвуют еще и в конкурсе красоты. Давайте посмотрим, как это было. Женя Рожковская не ожидала приглашения на конкурс красоты, но охотно согласилась принять участие. Нелегко было преодолеть природную скромность, но по натуре она боец, любит играть в волейбол, вообще любит спорт, занимается заслуженным тренером Кубани Валерием Ивановым. Так что к победе шла уверенно. Несколько дней подготовки и королевой красоты объявлена сочинка Евгения Рожковская. Почувствовала себя уверенной. Могу перебороть все страхи, свой страх могу перебороть. Сумела себя показать со стороны сильной, болевой. Буду идти вперед. Помогали Жене, управление социальной политики, администрации Сочи и сочинское отделение Всероссийского общества глухонемых. Прическа, платье, тренеры и самая главная моральная поддержка все это и помогло завоевать корону конкурса красоты. На работе такой творческий порыв коллеги восхитил всех. Конечно, она очень красивая девочка, очень стройная, элегантная, хорошо всегда выглядит. Но то, что она участвовала в конкурсе красоты, конечно, для меня это было удивительно. Но я очень рада за нее. Очень рада. Рада ее активности. Рада тому, что она не зацикливается на тех проблемах, которые у нее существуют со здоровьем. Женя совсем не слышит. Но это не мешает ей работать младшим воспитателем в детском саду. Вся вокруг чистота и красота делает ее рук. С комнатными цветами, с аквариумными рыбками девушка находит свой язык общения. А с подругами свой, кстати, ее тезка, также глухонемая, тоже работает в этом детском саду. Директор говорит, бесценные сотрудницы. Ну а дети, кстати, у Жени в этом садике воспитывается и шестилетний сынишка, для нее самая большая награда. Она дарит им свою очаровательную улыбку и заботу. И не боится идти вперед. Вот и оказавшись в центре нашего внимания, с удовольствием взяла в руки микрофон и попробовала себя в роли корреспондента. Вообще, Женя по профессии технолог-программист. Закончила Новосибирский технологический университет. Ее мечта, конечно же, работать по специальности, как только подрастет главный ценитель маминой красоты. То есть представление людей о том, что человек с инвалидностью, он явно чем-то обделен, либо в личном, либо в каком-то профессиональном плане, оно, конечно, неверно. И проводя декаду инвалидов, задача администрации не только провести мероприятия для разных целевых групп, для детской аудитории, для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью, для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. У нас все целевые группы охвачены мероприятиями, начиная даже от сельских округов. Мы помним и очень важным считаем общение с населением в тех небольших населенных пунктах, которые есть в городе. Это районные городские мероприятия, которые собирают вокруг себя аудиторию, которая живет в том или ином районе нашего города. Это, конечно, мероприятия на площадках игровых, детских для тех деток, которые имеют инвалидность. Но это еще и возможность рассказать людям с инвалидностью друг о друге о достижениях, о возможностях, о том, какой образ жизни можно вести сегодня. И рассказать сообществу для того, чтобы менять ментальные представления о том, что инвалид — это не всегда человек, который лишен каких-либо возможностей. Это очень часто человек, который, наоборот, наделен какими-то возможностями. Еще один человек, про которого хочу сказать — Римма Иванкина. Я сейчас говорю, я хочу акцентировать внимание, что я сейчас говорю о рядовых обычных людях, которые не являются председателями инвалидных обществ, которые не являются создателями каких-то суперпроектов, потому что у нас есть и такие люди. Которые просто еще один раз нам дают повод вспомнить девиз инвалидов «Смотри на меня как на равного». Да, абсолютно с вами согласна. Римма Иванкина — чемпионка России по стрельбе из лука среди людей с травмой опорно-двигательного аппарата. Сегодня Римма Ивановна является тренером по параолимпийскому виду спорта «Бочи» и у нее восемь воспитанников. Сочинка. Сочинка. Конечно, здорово. Мы понимаем, что вот тот заряд, который сегодня есть, он, безусловно, получен от большого спортивного проекта, который проходил в нашем городе. Но, тем не менее, важно и ценно, и вызывает большое уважение и восхищение позиция людей, гражданская позиция людей с инвалидностью, которые идут вперед, которые создают свои проекты в городском пространстве, которые готовы стать участниками проектов власти и которые живут с энтузиазмом и живут с открытостью мира, добротой и приветствием всех тех изменений, которые сегодня происходят. Полноценная жизнь, скучать. Более того, мы не можем в контексте наших программ, все-таки носить деловой характер, открывать какие-то их личные моменты. Но я могу сказать, что это всегда люди с успешной личной жизнью, которые растят детей, у которых прекрасные вторые половинки рядом, которые их поддерживают. Это очень важно. И возвращаясь к декаде инвалидов, что на этот раз все же город подготовил для инвалидов? Вот подробнее. Концерт, вечера, встречи. Мы сегодня провели большой такой дискуссионную площадку под председательством Ирины Васильевны Романец, заместителя главы города по социальным вопросам, с участием председателей наших общественных организаций людей с инвалидностью, активистами данного сообщества, где обсуждали вопрос о развитии, дальнейшем развитии данных общественных организаций, возможности их участия в грантовых программах. И это диалоговая площадка, на которой всегда люди, во-первых, знакомятся друг с другом, создаются какие-то совместные проекты, возникают идеи этих проектов и в дальнейшем, возможно, их реализация. В каждом районе города проходят отдельные мероприятия с участием людей с инвалидностью. Они начинают совместно чаепить, у нас читают стихи, люди с инвалидностью поют свои песни, авторами которых они являются. И заканчивая такими большими, серьезными площадками, как прием главы города, где мы вручать будем знаки отличия нашим заслуженным людям с инвалидностью, и где сам концерт станет площадкой участниками этого концерта, артистами, которые будут выходить на сцену, будут люди с инвалидностью и люди без инвалидности, скажем так. Сегодня мы очень важно и нужно говорить об инклюзивности, о том, что не стоит разграничивать людей на инвалид, не инвалид. Это неправильное разграничение и поэтическим, и по многим другим параметрам. А создание инклюзивной площадки, создание площадки, где возможно совместное общение, это общение, оно приносит пользу как людям с инвалидностью, так и людям без инвалидности. В рамках круглого стола сегодня очень важную тему затронул Сергей Гринин, инвалид первой группы по зрению, который на сегодняшний день ведёт переговоры с медицинским университетом, обсуждая возможность проведения лекций, я бы сказала, даже таких вот лекториев, о том, что исцеляя тело, очень важно обращать внимание на душу. И, как отмечают сами люди с инвалидностью, многие их победы в жизни состоялись прежде всего в силу Духа, прежде всего благодаря тому, что удалось побороть внутри себя страх, вину, какие-то барьеры. И это очень важно. И он будет говорить об этом со студентами. Да, планируется, что Сергей будет общаться со студенческой аудиторией медицинских учреждений образовательных, рассказывая им о том, что при лечении очень важно обращать внимание на настроение пациента, особенно если это какие-то очень тяжёлые, серьёзные травмы. И что фактор улучшения самочувствия, выздоровления, он во многом заложен в том, как чувствует себя человек и в его настрое на лучшее. Сочинские организации инвалидов вышли на новую ступень. Теперь они не только поддерживают друг друга, они хотят помочь и здоровым людям. В таком составе представители общественных организаций встречаются часто. Это активисты, которые действительно ежедневно в своей активной жизненной позиции помогают людям с инвалидностью работать, отдыхать, участвовать во всех городских мероприятиях. Тенденции в обществе сегодня связаны с тем, что роль общественных организаций или просто городских активистов, просто людей, которые не способны жить за закрытыми дверями и поел, поспал, решил какие-то свои вопросы и до свидания. Нет. В мире формируется огромная армия людей неравнодушных, людей, которым до всего есть дело. Все участники заседания круглого стола согласны с мнением, что именно от их активной позиции зависит само общество, в котором они живут. Задача номер один – учиться жить не просто сострадая, а вместе участвуя в решении социальных вопросов. Это работа, направленная на создание в Сочи безбарьерной среды. По примеру нашего курорта благоустраиваются и другие города России. А сейчас сочинские инвалиды включились в другой процесс. Например, есть организации, которые помогают в реабилитации инвалидам, а вот Сергей Грин решил помогать здоровым. По часу у человека есть и руки, и ноги, а жить в согласии с собой не получается. А почему нет организации, которая поможет здоровым людям? То есть люди с инвалидностью очень часто способны помочь всем остальным. То есть все мы с вами прошли определенный этап, у всех у нас опыт, которые невозможно получить ни в одном социальном институте. То есть человек, пройдя некий путь самореабилитации, получает заочно и психологию, и медицину, и философию и так далее. В пример сегодня ставилась деятельность большинства общественных организаций, людей с инвалидностью, сильных духом и способных на многое. Другой пример успешной самореализации – сочинский колясочник Дэвид Тамаришвили. В свое время он активно принял участие в установке пандусов и тактильной плитки в Сочи. Теперь организация под его руководством занимается созданием доступной среды и в других городах. Надеемся, что ему удастся поменять мировоззрение будущих медиков наших. Действительно, этому нужно уделять внимание. Ну и все же наша доступная среда. Все это важно, но для людей с инвалидностью, конечно же, большое значение имеет безбарьерная среда. Сочи стал первым городом, который разработал краевую программу «Доступная среда». Вот сейчас, в данное время, продолжается ли эта программа? До сих пор что-то делается? Да, Сочи, конечно, это уникальная территория на сегодняшний день в современной России с беспрецедентными условиями по требованиям, по соответствию требованиям доступной среды. Но мы понимаем, что нельзя раз и навсегда сделать среду доступной и никогда об этом не думать. Меняются, во-первых, технические регламенты, меняются какие-то подходы, создается такая философия, которая называется «эталонная зона». Это тогда, когда ряд жизненно важных объектов, находящихся в некой близости друг от друга, они доступны и пешеходные пути, либо транспортные развязки, соединяющие их, они также доступны для людей с инвалидностью. И сегодня, несмотря на то, что очень много сделано в Сочи, это не повод останавливаться, потому что еще многое нужно сделать. Государственная программа «Доступная среда» продлена. Мы участвуем в этой программе на своем муниципальном уровне. И главные задачи, которые ставят перед собой в реализации этой программы администрация города, это прежде всего приведение в доступности наших образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений спортивной и культурной направленности. Потому что это циклы, которые дают возможность менять качество жизни. Если ребенок-инвалид сможет получить хороший аттестат, то он поступит в хороший университет и в дальнейшем может найти себе хорошую работу. А качество жизни, оно в том числе зависит от экономического благосостояния того или иного индивида. Это очень важно. Начиная от образовательных проектов, которые четко соответствуют требованиям доступности, вводить маленького человека с инвалидностью в социум и говорить о том, что он является полноправным членом сначала этого образовательного учебного процесса, а потом профессионального процесса. Если мы говорим о том, почему внимание обращается на учреждения здравоохранения, то естественно доступность медицинской услуги не только в плане ее качества и профессионализма того или иного доктора, а доступность услуги в плане инфраструктурном. Как можно добраться и принять ту или иную ванну, либо получить то или иную стационарное лечение. Это тоже очень важная ситуация в поддержании физического здоровья человека. Если мы говорим о наших учреждениях спорта или культуры, то это вещи, связанные с социальной интеграцией, с возможностями реабилитации через творчество, либо через спортивную активную деятельность. И победы наших параолимпийцев, когда мы вспоминаем Ванкувер, вспоминаем параолимпиаду в Сочи, они не могут не вдохновлять, они не могут не заряжать таким духом здоровой, хорошей борьбы и радостью победы, честной и искренней. И когда смотришь на этих людей, то понимаешь, что все твои какие-то проблемы и невзгоды – это такая пустая мелочь. Действительно, огромная сила духа. Люди с инвалидностью зачастую поражают нас своим несгибаемым характером. Нам же остается уделять им пристальное внимание и поддержку, и не только, в календарную декаду инвалидов. Галина Александровна, вам спасибо за беседу, будьте в курсе и всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok